Прекрасное весеннее утро. Пахнет весной, птички не поют, деревья не цветут, люди спят и правильно делают, потому что на часах 5.30 утра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Проспект Вернадского. Ой, елки-палки! И куда меня несет, в такую даль, спросите вы? Честно говоря, причина классная. Я еду в Питер. В Питер я езжу часто, раз в 10 точно была, поэтому во всяких там Эрмитажах, Исаакиевских соборах, Казанских соборов, Русском музее я бывала. И сейчас я в Питере ищу такие нетривиальные маршруты. И сегодня в перерывах между работой я схожу на экскурсию по питерским коммуналкам. Посмотрю, как бари жили до революции, как их уплотняли уже в советское время, что такое советский быт среди лепенин, каминов и разбитой уборной. Так что наливайте чай, лечите покрепче и поехали! – До свидания, всего доброго! – До свидания! Я же забыла вам представить. Меня зовут Юлия Рябинина и это «Эконом-класс» – канал о путешествиях и о разуме потребления. И я уже приехала в Санкт-Петербург. Приглашаем на экскурсию. Пожалуйста, приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Тяжела жизнь, блогер, ты понимаешь? Где еще нужно встретиться близкие подруги, проживающие в Москве? Конечно, Санкт-Петербург. Так, я забыла сказать о главном, что мы сюда приехали, не я одна приехала, а мы приехали в Питер по работе, а в свободное от работы время сходить и посмотреть на питерскую коммуналку. Это Юля, мой друг, партнер, Кума. Кума – это крестная мама, любимая дочь. И я решила провести соцопрос, такой широкий соцопрос между нами двоими. То есть широта опроса зависит от меня, я так понимаю, сколько я тебе расскажу за чашкой кофе. Ты похудела на 20 килограмм, какая широта. Другие 20, ван 10, уже 5 нажрала, пока карантин было, а потом и после карантина. Так вот, скажи мне, какой вопрос ты хочешь задать жителям питерских коммуналов? Мне хочется к ним прийти с обоими, клеем и самостоятельно просто навести порядок, потому что мне совершенно непонятно, как в наше время нам принесли кофе. Три морноватки биотических, конечно же. Как же это тебе? Да. Да, ты же, как ты говоришь, он же широкий соцопрос. Я без сладкого не могу. Спасибо большое. Это твой, да? Да, это мой был. Вот, а если как бы коротко, то основной вопрос, почему многие живут в такой грязи? Мне кажется, что отремонтировать все достаточно просто, скинуться, договориться, устроить какое-то дежурство. Ты знаешь, мне как-то есть твоя версия по поводу того, почему питерцы не скинутся и не сделают ремонт. Просто понимаешь, все бытовое, все рутинно, это не по-питерски, это скучно. Это же музей под открытым небом. Они креативные. Мы с тобой видели питерские дворы. Они все силы и деньги вкладывают в свои дворы. Они их разукрашивают, какие-то скульптуры делают. О творчестве и креативности питерца очень отличаются от Москвы. Если в наших электричках и поездах можно встретить кавказского вида женщин, замутанных в платки, с таким взглядом из-под лобья, со словами, сами мы не местные, собираем на операцию, и ты понимаешь, что это все ложь, то сейчас я делала потрясающую женщину в метро. Она шла с селезнем на веревочке, селезень шел на поводке, можно сказать, очень гордо, совершенно живой, толстый, прекрасный, кормленный селезень. Он, собственно, атакированный к метро. Он профессионально просит, на самом деле, это его профессия, он отрабатывает свое зернышко по вагонам питерского метро. И женщины самые потрясающие, жизнерадостные, веселые, и люди сами лезут в карман просто мелочно сыпать за хорошее настроение. Я впервые в жизни вижу таких профессиональных, можно сказать. Просители денег. Смотрите, какой молодой человек. Он мне рассказывает, когда родился Пушкин. Говорю, Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года. Прожил, умер он в феврале 1881 году. Прожил 59 лет. Садись, пять. Наверное, у нас все-таки было Достоевского сначала показать, да? Смотрите, вот за нашей спиной, мы его сейчас покажем, это Федор Михайлович Достоевский. Вот он, ты видишь, что это не видит? Смотрите, вот памятник. Я тут, я вижу, вот он, смотрите, да? А, вот, 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 да. Федор Михайлович, это мы! Мы уже услышали о нем от местного бомжа. Ну, какие-то... Да и не бомж, он сказал, что он коренной петербуржец. Наша экскурсия начинается здесь, около памятника Достоевскому. А памятники Достоевскому знают, и о самом Федоре Михайловичу, о его творчестве, знают, здесь каждый коренной петербуржец, пусть даже не очень трезвый. Вот наша экскурсовод, милая девушка с кофе. Экскурсия у нас неформальная, называется она Ленинградские коммуналки. Дворы и парадные, и... и дворы и парадные. Гуляем сегодня по доходным домам. Что такое доходные дома? Вот пример доходного дома. Дом, где квартиры когда-то сдавались в аренду, да? Почему называется доходный дом? Меня всем хорошо слышно? Доходный, потому что квартиры сдавались. Был всего лишь один владелец. Мы разбираем сейчас Петербург накануне революции. И квартир было 15-30 примерно в одном доме. Все они были не такие, как сейчас. Объем большой, 350 квадратных метров. И вход в эти дома был не подъезд, а именно парадный вестибюль. То есть и парадный вход, а есть еще черный. Это так называемая черная лестница со двора. Верно? Со двора кто ходил по черным лестницам? Обычно прислуга, да? Эти лестницы назывались черные, потому что были для черни. Это дополнительный служебный вход в эти же дома. А парадная лестница для кого? Для господ. Каншин это был кто? В 19 веке это был чиновник. И чиновник однажды разбогател. И в 19 веке богатели ни с того ни с сего. Отстроил три особняка только на Кузнечном переулке. А конкретно этот подарил своей дочери. Дочь Юлия, муж Аркадий Теликовский. Семеро детей. Особняк никогда не пустовал. Квартиры были амфиладные, как здесь показано. Это даже не фотография, а рисунок. Если не видно, можете подойти. Видите, когда все комнаты пронзают одни двери. Двери по одной стороне. Да, это называют трамвайчик. И как долго этот особняк будет передаваться по наследству? Детям, внукам. До 1917 года. До 1917 года, когда у нас в стране произошла революция. Соответственно, каждый дом, особняк, дворец был национализирован, передан советской власти новому государству. И началась эпоха другая. Эпоха тотального уплотнения. Знаете, я хочу сказать, что в этом подъезде очень бережно отнеслись крепнения к скульптурным композициям. Потому что я видела до этого подъезда, 1913 года, когда зеленой масляной краской было замазано все. Но подумайте, какой комичный момент. Креатиды, да? Украшения этого подъезда. Приезжают крестьяне для уплотнения сюда жить, видящие наших русских женщин, у которых прям как на стуле сидит ребенок на груди. И вот эти изящные женщины, они привыкали к прекрасному, наверное, через вау-эффект. Ну, и еще мы слышали от экскурсовода, что если питерские школьники знали, как выглядит обнаженная изящная женщина, то гости в столице, молодые и юные были в доме. Но с другой стороны, надо же когда-то узнать, как выглядела женщина в 10 лет. Что представлял себя Петербург, когда началась, советская власть пришла? Вот в этих дворах, вот в этом дворе, в котором мы находимся, как-то это показать, да, сам двор? А, вот он. Вот он. Ну, стандартный петербурский двор-колодец. Это был скотный двор, то бишь, крестьяне привозили сюда весь свой скот. Какой там скот? Курок, свиньи, но лошади, в смысле коровы, не знаю. И вот прямо здесь устроили скотный двор в Питерском дворе. Но это было в 20-е годы, а потом они потихонечку стали горожанами и, в общем-то, от привычки растить животных в Питерском дворе отказались. Вот, что еще интересно, в Питерский двор попасть может не каждый. Экскурсоводы знают код на решетке. Все дворы закрыты. И один раз у нас с Юлей была очень смешная история, когда мы войти-то вошли, а выйти не можем. Да. Вот, и мы настолько перепугались, по-моему, мы опаздывали на поезд и почувствовали себя в тюрьме. Но потом добрые люди выпустили, но после этого мы отказались от дурной привычки залезать в чужие дворы. Этот дом 1900 года построил архитектор Никонов, церковный архитектор. Поэтому такой необычный дом и сам двор-колодец тоже живописный. Обычно те, кто строил доходные дома, старались сэкономить. Они парадные, фасадную часть делали дорогой, а внутри дешево, сердито и некрасиво. Здесь все наоборот. Поэтому ходим, любуемся. Знаменитые питерские дворы-колодцы, я думала, они всегда производят какое-то немножко страшное впечатление, как тюрьма. Оказывается, я недавно узнала, что они делались ради экономии электричества. То есть, грубо говоря, двор-колодец, там же дополнительные окна, и через эти окна проникал свет в помещение, экономилось очень много электричества. А учитывая, что в Питере мало солнечного света и вообще такой достаточно хмурый горы с таким свинцовым небом, то дворы-колодцы просто дарили свет питерцам. Вот такая крутая штука. Теперь идем в квартиру. Квартира будет у нас там, где парадная. Идем в квартиру. В тю квартиру, да? Это сюрприз. Мы, наверное, идем в квартиру искусствоведа, которую не любят, чтобы ее снимали, поэтому потом мы вам все перескажем. А искусствоведа живет в барской квартире, да? Конечно. В бывшем доходном доме. Где еще может жить искусствоведа? У меня просьба еще надеть маски в параду. И она очень боится ковида. Вы знаете, я не блогер, но очень люблю выступать. Вот здесь была дворницкая. Вот здесь жил главный дворник. А его помощники, ну, то есть, он ведь руководил дворниками, а младшие помощники старшего дворника жили в каких-то углах ютились. Вот такая история. Вот смотрите, мы заходим, мы заходим как раз в дом, построенный Никонова, архитектором, церковным архитектором, повторюсь. Смотрите, это что, ну, как это называется? Это называется изразцы. А, это изразцы те самые. Ага. Круто, слушай, Юмич. А воняет пысками. А точно. Судя по запаху, здесь живет очень много кошек. Питерцы любят свои кошек. Судя по запаху, здесь живет не только искусствовед, но и куча кошек, которые здесь пысуют. Ну, значит, знаете, когда есть кошки, вот я в Ялтинском дворике узнала, что если пахнет кысками, их пысками, то значит, крысы их боятся и мыши. Кстати, это очень актуально для этого, для аппетита. Да. Хотите, чтобы у вас не было крыс, пусть у вас попысывает кыса. Да просто кыска, чтобы было. Смотри, как интересно, красиво. Над этим, украшение над лифтом. Да, все выскохудожественно. Да, лифт особенно. Хочешь такую дверь, Юльич? Я хочу такую квартиру. Начнем с двери пока. Чего уносим? Ветражи, кстати, потрясающие. Тоже сохранились в тех временах. И обратите внимание на плитку, на поле. Вот, когда я жила у Люблинов в доме 52-го года, ну, это Москва, соответственно, у меня была точно такая же плитка в ванной. Видимо, массовое производство сохранялось очень долго и долго. И жалко, что сейчас такую плитку не купишь. Видимо, видимо, очень была богатая женщина, потому что мехлакская плитка очень дорогая. Ну, слушай, ну, это, я не знаю, какая-то плитка, но вот она была такая же с квадратиками синими. Она выглядела так. Я думаю, что это просто советская промышленность повторила ту плитку, которая была в доходных домах Питера. Давай ставим ту легенду, что я просто была очень богатая. Мы сейчас идем в 23-ю квартиру. Что интересно, рядом с 23-й квартирой квартира номер 4. Просто когда уплотняли богатых и заселяли бедных, нумеров не хватало. Поэтому могли соседствовать 4-я квартира, 23-я, 8-я. Ну, вот такой был стихий, какая была нумерация. А сейчас мы вынуждены временно прервать наш рассказ, потому что хозяйка квартиры просит не снимать. Но, когда мы выйдем, обязательно перескажем, что услышали. Господи, я рождена была для ввода. Да, это точно. Мы ожидали от экскурсии по коммуналкам увидеть советскую разруху, а попали в настоящий дворец. Дело в том, что эта квартира, часть этой квартиры, превращенная в отдельные комнаты и в отдельные помещения, в отдельную квартиру, принадлежала матери архитектора Никонова. И посмотрите, здесь действительно, повторюсь, практически музей. Потолок, сделанный на века, отмывали, очищали от своей штукатурки, звездки и восстановили полностью всю лепнину. Она выглядит великолепно. Дверям 120 лет. Единственное, не сохранился паркет, которым топили в блокадном Ленинграде. Все остальное, практически такое, осталось таким, каким было в 1900 году. Хозяева этой квартиры очень бережно все сохранили. Какая замечательная израстцовая печь сохранилась. Вернее, благодаря хозяйке все это сохранилось. Это финская израстцовая печь. Ну, Финляндия же была частью Российской империи. Неудивительно, и соседствовала с Питером. Неудивительно, что она здесь. Эту печь после революции разобрали. Тогда вообще разбирали все израстцовые печи, потому что очень многие аристократы, когда уезжали, они надеялись вернуться. И они там прятали всякие драгоценности. Золото и бриллианты. Золото и бриллианты, да. И вот в надежде на то, что там эти золото и бриллианты есть, ее разобрали, ничего не нашли. Потом снова собрали. И собрали не очень аккуратно. Вот видите, здесь такие стыки есть. Дело покрупнее. Такой стык есть. Но, как сказала хозяйка этой квартиры, замечательно. Это не дефект, это... История. Эта история – это след времени. Еще посмотрите, какое замечательное окно здесь. Юль, мы с тобой любим, да, вот эти двери, окна. Посмотрите, это все сохранено. Я не знаю, как называют эти ручки. И огромное расстояние между рамами. Кстати, это не случайно сделано, потому что благодаря этому расстоянию создается такая воздушная подушка. И тепло сохраняется. А она была облицована полудрагоценными камнями, типа оникса. Но революция. Мало того, что разобрали в надежде в печку, что там будет золото и бриллианты. Но хоть оникс унесли. Не зазря сюда пришли. И вот осталась чудесная мебель. Но это, наверное, не с тех времен, да? Нет, 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 нет. Это не осталось. Аутентичная. Приобретена специально для этой квартиры. Может быть, в ней тоже есть золото и бриллианты. Не пытались распетрушить? Как 12 стульев. Да-да, киса воробьянина здесь явно был. Мебель очень в тему. И вообще тут все в тему, хочу сказать. И самое потрясающее, что ремонт последний был 26 лет тому назад. Вы знаете, в каком все замечательном состоянии. Спасибо хозяйке, что она все сохранила. И пускает нас, диких туристов. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего дня. Юльич, ну наконец, сбывается наша мечта. Сейчас мы идем в разбитую коммуналку. Нет, подождите, ребята сейчас мимо прошли. Ты их сняла? Нет. Вот очень интеллигентные, такие вот гопники. Здравствуйте, здравствуйте. Вечер в хатку. Такое ощущение, что пошли грабить нашу хозяйку с миллионами. Не найдут они там миллионов. Все уже забрали до них. С таким наследием сложно сделать столицу. Ты мне что-то знаешь? Ну я должна все обещать? Нет, просто помолчи. Не могу. Не могу. У меня все равно выключена петля. И работаешь, да? Я работаю. Я снимаю любимый Петербург. Конечно, хотелось бы... Давай, рассказывай. Помолчи, дай мне что-то сказать. Гулять по крышам. И вообще, знаете, я не знаю, кто это такая женщина. Я пошла от нее. Надоела она мне. В общем, идем мы сейчас на улицу Рубинштейна. Ну, каждый, кто был в Питере, знает, что улица Рубинштейна, там собраны самые крутые бары. То есть, вечер, вечер, пятница, ты переходишь из бара в бара, а из последнего бара выползаешь. Но самое интересное, что раньше до революции, это сейчас она такая питейная, да, кабацкая, а до революции она была тихой-тихой. Там же она называлась Троицкой, и там жили монахи Троицы Сергиевской лавры. Вот жизнь, когда от монахов к кабакам. Занимательна не только улица Рубинштейна, но и ее переулки. Там, где много питейных заведений, там много неформалов и гопников. Поэтому в переулках и во дворах рядом с улицей Рубинштейна сначала в советское время фарцевали, продавали джинсы. Потом здесь тусовались рокеры, в том числе и Виктор Цой, нами всеми любимый. А потом здесь было созиданточие гопников. Тот самый бандитский Петербург, он был именно в этих переулках. Вот такая она, многоликая улица Рубинштейна. Юлька, дай я интересную вещь скажу. Подожди. Душа просит. Сейчас. Говори. Ты звук включила? Да, я звук включила. Сейчас. Раз, два, три. Нормально. Посмотрите. А на окнах висят холодильники. Зимние холодильники, деревянные. Представьте себе коммунальную квартиру, в которой живет 50 человек. Холодильник обычный, электрический, ЗИЛ, ростом, наверное, ниже меня. В него все не влезет. А еды, надеюсь, много. И вот вся еда находилась вот здесь зимой. Ну, наверное, даже до птичек. Птички даже не могли до нее достать. Вот так люди приспосабливались. Слушай, Юльич, ну вообще это неудивительно. Я, когда жила в общаге, я тоже свою еду в пакетах высовывала на улицу. Юлька, нибудь бутылки одни вынесла-то? Нет, я тогда была приличной девушкой. Это потом же появились бутылки. Но дело в том, что эту еду сжирали вороны. Вот это вся беда была. Поэтому, Юлька, ты, наверное, такая стройненькая, что твою еду в юности сжирали вороны. Сжирали вороны, а сейчас я не ем, а только пью. Поэтому дело с укувером. Да, сказочница. Да, и поэтому я такая стройная. Снимаю влог. Когда я когда жрать, только разговаривать надо. Все время рот занят разговорами, а не едой. И это правильно. Вот они, вот они, питерские кошки, задудолившие все подъезды. Ты мой Масик. Здравствуйте. У кошек весна. Это были любовные отношения, прелюдия. Он за ней, а она от него. Потом будет наоборот. Но это будет потом. А сейчас пусть радует. Пусть она думает, что единственная. Слушай, ты бы смогла жить в этом, в Питере? Почему-то у меня этот город ассоциируется с какой-то тишиной и покоем, который я планирую на пенсии. Наверное, так. Хотя, почему тишина и покой? Невские гораздо более активные, чем наша Тверская. А для меня, ты знаешь, Питер такой апдейт, когда нужно в мозгах какое-то обнуление совершить. Ну, или вообще в каких-то чувствах, да? Ну, это город философский. Вот я, наверное, иногда думаю, буду ли на пенсии сидеть, думать о том, как жили наши предки и философствовать. А на потолоке будет лепнина и гореть изразцовая печь. Синим полом. А я рядышком с тобою с белым сухим вином. Господи, я надеюсь, что я все-таки выйду замуж к этому времени. Я буду с каким-то старичком передучим. А мы к вам в гости будем с другим старичком приходить. Европейским. Ага. Потом мы их выгоним и все-таки объединимся. Ну вот, мечты забываются. Наконец-то я попала в квартиру Доллатова. Ну, к сожалению, жильцов с ним пать здесь нельзя. Но вы знаете, тут есть на что посмотреть без жильцов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В квартире Доллатова сохранилась пластинка. Так, знаменитые пластинки на костях. На них, как правило, записывали джаз. И за такую пластинку нужно было сесть на 5 лет. Рассматриваем кухню. Смотрите, Савдыповская старая кухня. Ремонты были последние раз в 70-е годы. Никому не нужна, заброшенная, заколосная. Это бывшая кухня кухарки. До революции здесь жила кухарка. У нее стояла здесь кровать, плиты. Она здесь работала. Здесь были развешенные веревки с бельем. Здесь же мешки с крупами и с продуктами находились. Стены на этой кухне вообще не есть, мне кажется. Со времен Доллатовой, если не раньше. Но посмотрите на эти трубы ужасные. Но несмотря на такую грязь, все-таки Питер – это интеллигенция. Висит карта. Гипсометрическая карта Маркса. Марса. А тут же прямо на кухне находится туалет. Туалет. И называется он приемный. Жильцы говорят, что это наследство Довлатова. Название приемное придумал он. Мы так и не ответили на вопрос, почему люди так живут. Хотя увидели вот в последнем эпизоде все ужасы коммуналок. Но все равно день прошел отлично. Мы еще успели на переговоры к нашим коллегам, которых мы очень любим. Посетили экскурсию. Все это за один день. Очень здорово, что вот до Питера можно добраться за полтора часа самолетом, за четыре часа поездом. Наша вторая столица. Надо здесь бывать чаще. И вновь вокзал. И вновь Сапсан. Питер. День в Питере закончился. А что хочу сказать? Путешествие – это не всегда далеко и дорого. Путешествие – это может быть недалеко и недорого, оно вам всегда интересно. Поэтому любую возможность уехать куда-то подальше и узнать что-то новое, познакомиться с людьми, обычными, традициями, всегда ее используйте. Вообще живите с удовольствием и за разумные деньги. И берите с собой друзей. Берите обязательно с собой друзей. Они всегда за любую поездку. Пока. Пока.